Друзья, всем привет! И рада приветствовать вас на канале На Пару! Скоро 8 марта, все парни уже сегодня, я уверен, в последний день бегут скупать подарки. Все, что найдут, там будут очереди, но я спокойно, я буду сидеть дома, потому что, во-первых, я все купил. Во-вторых, сегодня я расскажу вам, что в теории вы можете приобрести. Точнее, мы это сделаем вместе, потому что вариантов много. И что самое важное, есть разные бюджеты у людей. Сегодня у Максима будет мини-челлендж. Он должен на разные суммы, 5 разных номиналов. Это 500, 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч купить мне подарок. Какой хороший челлендж для Алины, да? И что самое важное, во-первых, несколько правил. Это должен быть один предмет, то есть, накупать там 15 карандашей нельзя, ну, грубо говоря. Или в основной категории. Да, и также это, если цена будет варьироваться плюс-минус 20%, ну, там типа не 500, а 550 или не 1000, а 900, это не страшно. Мы решили, что этот ролик может быть очень полезным, в связи с тем, что у разных людей есть разные бюджеты. Иногда бывает, правда, очень сложно выбрать девушке подарок. И, возможно, мы вам хоть немножечко-то поможем. Плюс мы еще спросили у своих друзей варианты на эти суммы. Также задали вопрос в наших инстаграмах. Кстати, подписывайтесь на них, ссылочка есть в описании. И лучшее мы засчитаем, так что здесь будет не только наше мнение, но и мнение нашего окружения. Экспертов тоже. Думаю, будет интересно, но сначала я отправляюсь в магазин. Давайте сразу по порядку. 500 рублей, я считаю, это железобетомые какие-то тюльпаны. И мы их купим на выходе. Начнем поэтому сразу с 1000. 1000 уже можно что-то подобрать. Это могут быть маски. Но зная Алину, я хочу купить что-то более полезное. Тем более, ну, вы сейчас увидите. Это просто ад для мужчины. Что мне однозначно не нравится в таких магазинах, из-за того, что им надо все презентовать красиво. Там очень жарко. Но я нашел такую классную коробку. Я готов поставить просто на лучшем сайте, что Алине это понравится. И внешне, и то, что это самой себя представляет. И да, я уже парень стал разбираться в этом. Ну, сами понимаете. На 2000. В общем, вариантов тоже уйма. Но поскольку я говорю именно для Алины, вы знаете, что она безумно любит зеленый цвет. И поэтому я хочу чехольчик. Прям такой сочный, чтобы прям зелененько. Но при этом прозрачный. Надо найти. 5000, конечно, уже можно разгуляться. Но у нас есть тема, то, что мы часто летаем. И Алина, у нее быстро садится телефон. Она то в аэропорту зарядит, то еще где-то. Мне кажется, классно будет подобрать какой-то маленький, компактный. Конечно, в идеале зеленый, пауэрбанк. Но, правда, покупать какой-то китайский не рискну. Поэтому арестую. К моему великому сожалению, зеленого не было. Но нашел очень компактный, синенький. И он даже чуть дешевле. Удиально. А вообще, если от меня и бюджет ровно 5000, прям ни плюс, ни минус. Лучше купите тюльпаны, какой-нибудь ресторанчик и маленькие наборчики. Вот получится как раз около 5000. Мне кажется, это вообще идеально. Но вот с 10 тысячами будет проблема. Причем я даже просил у нее какой-то намек. Но в итоге сам не понял, что она хочет. Видимо, она сама не знает, чего хочет. Сумма тяжелее. Хоть кажется, что и больше, но она реально тяжелее. Вот на это я потратил больше всего времени. Но вы сами знаете, какая Алина шмотница. Как она любит кроссы. Я купил ей одежду, обувь. Причем не пума, можете удивиться. И сейчас я приеду домой, все это спрячу. И завтра, Алине, утром с самого утра презентую. Надо только не забыть купить цветы. А то будет неловко. Я человек такой, что я перед тем, как идти в магазин, я все продумываю. Поэтому шопинг у меня не занял много времени. Хоть и покупал она на разные суммы. Цветы я, как и обещал, купил по дороге. У бабули в переходе они стоили там 500 рублей. То есть реально можно красивые тюльпаны купить. Вот вам фотография, их спрятать не получилось. Подтверждение. Да, то есть если я остальное смог спрятать, ну как на цветы спрячете? В туалете что ли? Ну невозможно. Поэтому 500 тысяч тюльпанов это, наверное, от меня оптимально. Мы потом предложим еще другие варианты. Вообще, конечно, возможно, ваша девушка не любит тюльпаны. Вы можете купить какие-то любые другие цветы. Благо есть очень большой выбор. Не стоит удалиться в какие-то суперогромные букеты. Какого-то маленького букетика будет достаточно, чтобы сделать ей приятно. Ну а теперь по подарочкам. Мне самой очень интересно, потому что Максим заинтриговал. Посмотрите, вы еще должны учитывать, что я немножко такой человек, что если, к примеру, такой банальный пример, Алина захочет вафельницу, я не буду тянуть до 8 марта, чтобы купить ей вафельницу. Чаще всего я ей покупаю. И поэтому к праздникам я самим отношусь более-менее спокойно. И хоть это и праздник весны, и там праздник женщины, я все равно хотел ей подарить полезное. Это может быть очень приземленное, как говорится, но полезное. Но если честно, я тоже считаю, что лучше подарить что-то полезное, что делать какую-то статуэтку, например. Да, да. В чем ее смысл? Если она захочет статуэтку себе там на столик около кровати, мы лучше вместе его выберем. Да, конечно. Поехали. Давай начнем с категории 5000. Ого. Для меня это была одна из самых сложных категорий, потому что на самом деле вот на 2000 вариантов больше. Как по мне. То есть на 5 и 10 тысяч это уже не может быть типа безделушка, потому что жалко тратить такие деньги. Но и полезное выбрать что-то тоже сложно, потому что глаза разбегаются, либо нужно твое соглашение как бы. Да, потому что уже сумма достаточно большая, и какую-то ненужную фигню за такие деньги уже обидно будет. Согласна. Поэтому я купил точно полезное. Так. Оно компактное. Это важно. И оно не черного цвета, поэтому плюс мы с тобой много летаем. Я думаю, вот такой пауэрбанк тонкий. О, это точно. Учитывая то, сколько я сижу в телефоне. У нас была проблема, я уже рассказывал это, когда покупал. Почему я это взял? Она в аэропорту заряжала телефон постоянно. От розеток. Стояла у розетки. Я переживал, что у нее стрельнул телефон. Она не могла тыкать ничего. Поэтому открывай. Единственное, прикинь, я вот зашел, говорю, у вас есть какие-то яркие пауэрбанки. Они у всех есть, но тогда они совсем маленькие. А, или маленькая мощность? Я видел салатовый пауэрбанк, такой розыкий, но они на такой мощности 10. Ничего себе. Ой, какой он приятный на ощупь. Причем я сразу скажу, я именно пауэрбанк не стал покупать ни в каких-то прилавках. Я его купил в ресторе, потому что такая вещь... Он такой тоненький. Он легкий, согласна, что легкий? Он типа как телефон. Потому что у нас был один пауэрбанк большой, он на кирпич был похож. Но он на 25 ампер, это много. Типа от него можно... Вот это очень полезный подарок. Нравится? Да, супер. Я прям вижу, как я везде хожу с заряженными телефонами. 4400 в ресторе. То есть, уверен, что даже круче пауэрбанк какой-нибудь к Xiaomi на Алиэкспрессе можно найти дешевле, если вы заранее готовитесь. Это правда очень полезный подарок. И я считаю, что вот такие подарки уж точно стоит дарить. Причем вне зависимости. Можно и мужчине подарить, и женщине. Это реально универсально. Еще плюс пауэрбанка в том, что ты можешь зарядить часы, наушники, телефон. Если даже большая мощность, то и ноутбук мой. Давай возьмем категорию 1000 рублей. Такой переход у тебя получился. Я когда это увидел, такое, типа, это для Алины. Это то, о чем ты говорил. Ну да, это мне больше всего интересна твоя реакция, потому что мне кажется, в нем все хорошо. То есть и стоимость, и полезность, и презентабельность. Давай. Закрывай глаза. Закрыла? А вот открывать? Что это? 4 крема для ухода за руками. Это же супер. Как вкусно. Пахнет что-то. Ой, разные вкусы здесь. Блин, это максимально актуальная тема, потому что у меня сухая кожа, и я обмазываюсь с ног до головы просто всем. Ваниль вижу. Я прочитал, что их надо прям, можно подряд намазывать, и ты прям будешь супер увлажненный. Кстати, очень красивая, презентабельная коробочка. Внутри такое все розовое, идеальное. Дай крышечку. Ты всего 1000 рублей стоил? Да. 1100 с копейками, там по скидке, причем у них есть акция, если там стенд, и такие коробки разные. И вот это самая красивая, правда. Если вы покупаете 3, то платите за 2, то есть можно даже в теории дешевле. То есть на подарок накупить кому-то? Ты там 3 одноклассника пришел, купил разные коробки, и вам получилось даже дешевле. Но это правда подарок, который всем доступен. Симпатичная. Что самое клево, эта коробка, потому что может использоваться еще очень много лет, для всякой мелочи. Да, согласись, что симпатичная коробка. Да, очень. Менее полезные вещи. Да, все полезное закончилось. Давай отстреляем с самой дешевых категории, потом к дорогой. Давай. На категорию а-ля в 2000, у меня были варианты, мы обсудим их чуть позже, но вот какой-то банный комплект, мне уже совсем сложно тебе покупать, потому что какие-то там любишь увлажнители, маски, это пипец. Я решил взять полезное, и в той раскраске, которую ты любишь. Опять же, это такой приземленный, я бы сказал. Мне кажется, тебе зайдет. Это... Чехол. Супер чехол с зелеными бортами. Открою вам. Открою. С салатовой кнопкой. Ну, Максим знает, что зеленый мой самый любимый цвет. До этого у меня уже был один зеленый чехол. Плюс чехла не имеют свойства стираться, как ни крутишь. Примерим. Но что хорошо в этом чехле, то, что он с бортиками, и когда положить вот так, то получается, что не царапается экран. Кстати, очень актуально. Мне нравится. У меня телефон максимально заряжен. Ты смотри, ты проснулась, помазала ручки, все увлажнила, зарядила телефон, надела чехол. Ну, чтобы телефон был не жирный, мне и чехол. Да. Все продумано. Видите, схема. Когда подарки прекрасно друг друга взаимодополняют. Мы отстреляли, получается, четыре категории. Дальше у нас была самая дорогая, и это для меня было самое сложное. Я вангую комментарии о том, что Максим должен был мне купить собаку. Так много комментариев про собаку везде. Я бы, конечно, купил, но понимаете, челлендж 10 тысяч, шпиц хороший не полпадает. Простели. Если бы мы договорились на 20. Да, ты думаешь, такое объяснение? Давай, десятка. Та-да-да-да. Но здесь не только обувь. Алина безумная шмотница, и еще, наверное, знаешь, из категории шмотницы, наверное, кроссовки самые большие. У нее раз в неделю такая, ой, я тут смотрел, присмотрел себе кроссовки. Не правда, я не покупаю раз в неделю, это клевета. Я выбрал белые, потому что белые не прогадаешься. Лето, потому что. И это конверсы, чтобы не говорили, что я на пуме сэкономил. Ой, какие красивые. Они еще кожаные. Кожаные. Мне нравятся. Они легкие, низкие. Как ты любишь, чтобы нога не казалась супер большой. Дальше я зашел в ойша. Вот сразу видно, что мужчина слушает. Знает мои любимые магазины. Ты любишь всякие дурацкие ночнушки, поэтому я подарил такую штуку. О, какая прелесть. С сердечками. Мне всегда очень нравится, когда какие-то предметы гардероба выбирает мужчина. Сразу видно его вкус. Мне кажется, сейчас на 8 марта это вообще чудесный подарок, потому что это очень трогательно и выглядит романтично. Еще что-то. Футболка? Попробуй, какая она мягкая. Чувствуется, как будто это пушинка какая-то. И последнее. Готово? У! Носки. Ни одного праздника без носочек мне обходится. О, ты взял горошек. Там оставалось что-то 700 рублей или что-то такое надо было добрать. Я взял носочек. Носки в горошек это моя маленькая слабость. Блин, сколько всего? Я счастливый, как никто. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, что... Выкладываем носочки. Носки в кроссовки сразу. Теперь давай набросаем еще вариантов, которые более такие универсальные, что ли, на все категории. Давай, 500 рублей. Мне кажется, все-таки 500 рублей это не супер большая сумма, но она доступна всем. Мне кажется, самым универсальным подарком будет если накупишь разных киндеров, соберешь какую-то коробочку, они как раз в разной категории получатся штук 4-5 и будет очень мило. Или, например, просто какую-то большую красивую коробку конфет. Мне кажется, практически все девушки любят сладкое. Какую-то коробку Рафаэлла красивую. Да, тоже, они делают коллекционные. Мерси вот эти. Да, они делают коллекционные. Либо можно косметозы немножко. Там, какой-то комплект... Там были, кстати, наборы подешевле. Там были по 499. Да, можно подобрать. В чем плюс ко всем таким праздникам обычно всякие фирмы делают подарочные наборы. Дешевые как раз. Дешевые. То есть там можно купить, я знаю, блеск для губ и крем для рук. Такие маленькие наборчики. Если двигаться чуть дальше, тысяча, там вариантов, конечно, становится чуть больше. Опять же, тот же чехол можно сэкономить, купить дешевле. То есть я купил не самый дешевый и я знаю, что в комментариях мне уже об этом написали. Я там такой же чехол это также можно рассуждать, что кроссовки можно купить дешевле и футболку тоже. А также можно это все намного дороже. Все очень индивидуально, зависит от того, в какой магазин вы пойдете. Но мне кажется, вот для девушки, вообще, я вот как девушка, мне чуть-чуть виднее, что вообще приятно получить? Я думаю, любая девушка будет рада какой-то косметике. Конечно, здесь сложно подобрать. Можно взять средства для душа, всякие гели для душа, масла. Банная, я уже говорю. Тоже очень приятно. Есть еще люди, у которых есть хобби. Такие люди тоже существуют. Но мы отдельно вынесем, что да, если у вашей девушки есть прям явное хобби, рисование, танцы, то под любую из этих бюджетов можно плюс-минус что-то подобрать новое. Если это 500, это грубо говоря, кисть какая-то красивая. Или краска. Панно может быть, если у вас больше бюджет. Поэтому думайте об интересах. Если она у вас, ну как бы ты грубо говоря, сначала более простая, то есть без каких-то загонов, то тогда выбирайте уже более универсальный вариант. 2000 в принципе, это плюс-минус то же самое. Если честно, вот я уже говорил это во влоге, если бы у меня был бюджет вот 2000 или 5000, около этого, лучше... 2000 это ресторан. Хороший поход ресторан. Ну, в зависимости от места, в каком городе вы живете. В Москве сложнее, если это какой-нибудь Владимир, то нормально. Мне кажется, правда, прикольно сделать какие-то коробочки, не когда-то пару масочек для лица. Да. А некоторые там конфеты. Типа сюрприз-бокс, только собрать... Только делайте их сами, а не вот эти у блогеров покупать там полная фуфня. Потому что, чтобы это были полезные вещи, девушке было, правда, приятно. Сейчас мод, например, ободки девушки носит. Можно купить красивый какой-то ободок. Ошейники? Нет, на голову. Это вот это фраз шейники. Кстати, можно, нужно 2000 зайти в какой-то магазин, типа Sunlight, и купить какой-то красивый браслетик, или сережечки. В Пандоре уже можно шарм купить, за такие деньги. 5010 это, конечно, уже сложно что-то универсальное подобрать. Мне кажется, очень крутой подарок для девушки это лампа, которая круглая для фоток и для съемок. Ааа, ring light. Я думаю, что очень многие девушки снимают видосы всякие, тиктоки, или же просто фотографируются, или для работы, если она работает там бровистом или визажистом. Мне кажется, это правда крутой подарок. Ну да, в принципе, можно подобрать или штатив еще добавить. Штатив, да. Наушники уже могут купить. Обувь тоже. Я думаю, практически 95% девушек любят какие-нибудь кроссы белые. Конечно. Это универсально. Или какие-то универсальные, типа устаровские, адидасовские. Ну, классика. Мне кажется, всем нравятся и всем подойдут. Если брать бюджет 10 тысяч, это может быть абонемент в зал на полгода, например. Если она хотела там. Это может быть сеансы подарок сертификатов, как на всякие магазины, так и сеансы массажа, например. Вообще, да, можно дарить всякие разные эмоции. Вообще, есть фирма, которая этим занимается. Или прыжок с парашюта, или сеансы массажа, или рисование урок, или еще чего-то. Если вы знаете, что человеку это правда будет нравиться, и он правда пойдет, потому что, мне кажется, не все эти абонементы потом ходят в итоге, деньги пропадают. Давайте немножко сочетаем из того, что предложили вы. Эксперты. Шаурма и цветочки. Если ваша девушка это любит, то почему бы нет? Шаурма тоже бывает вкусная. На тысячу коробку шоколадок, на две тысячи две коробки шоколадок. Капа, защита на ноги, бинты, перчатки, шлем. Ты парень, она себе это хочет. Это мой тренер по боксу. Да? Все понятно. Духи. И романтический ужин. Ну, духи, это тоже очень индивидуально. Хотя девушке, наверное, будет приятно. Если мужчине выбрал какой-то аромат, и чтобы она им пользовалась, так что это правда хороший подарок. Фитнес-браслет. Кстати, да. Это стоит недорого, по-моему, четыре тысячи или пять. За пять тысяч часы. Но в теории, в сводчике, плюс-минус там шесть, наверное, где-то так. Сотеграды или часы, это плохая примета, потому что это расставание. Книги. Ну, здесь тоже, если человек любит читать, и калаш совместными фото, типа сделать. Вообще, я считаю, что самое важное, это просто внимание. Любой девушке будет приятно получить любой подарок, вне зависимости от его цены. Если она не зажравшаяся. Ну, если она... Да, девушки тоже бывают разные. Я надеюсь, вам понравился этот ролик, он был вам полезен, и вы купите правильный, хороший подарок своей девушке. Я-то правильный купил? Ты вообще молодец. Я в тебе ни на секундочку не сомневалась. Просто самое важное, это прислушиваться к своей девушке. Скорее всего, она вам уже сто раз сказала, что она хочет. Да, да. Девушки имеют такое свойство, как намекать очень-очень много раз. Просто не так очевидно, как хотели бы мы. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить следующие ролики. Как всегда, оставайтесь с нами на пару веселей. Пока. Спасибо.